привет меня зовут лера и это почти настоящий мастер-класс по росписи кожи первым делом я обезжирила поверхность надела перчатки и перенесла эскиз буду рисовать красками angels и конечно же после того как у меня подготовлена вся поверхности перенесен эскиз я делаю базу а именно просто раскрашиваю белой краской тонким слоем плоской кистью наношу мою краску на поверхность кожу можно подготовить с помощью очистителей для кожи и обезжиривателя здесь нужно смотреть что именно у вас за кожа какая она настоящая ли это кожа или это кожа зам или эко кожа здесь это будет очень важно стараюсь максимально тонко наносить краску она ложится не идеально белым цветом но это и неплохо то есть это будет база поверх которой у меня будут ложиться другие краски я подсушила слой феном потому что не могла ждать и хотела конечно же убрать свои термо исчезающие чернила наношу второй слой и он тоже будет у меня белым из-за того что мне не очень понравилось как лег один слой я решила что нужно чуть чуть больше слоев рисунок у меня будет полноцветным классным вы увидите в конце каким я использую как всегда кисть плоскую размера 4 и это оптимальный размер для такой росписи для такого размера росписи и для этих элементов растушевываю краску подсушиваю слой и буду переходить к цветной части я намешала очень много акульевого цвета и не ожидала что расход у красок будет минимальным просто минимальным мне пришлось искать отдельную баночку в которую я смогла бы слить остатки краски потому что все-таки за такую цену краски переводить очень жалко и я была просто в шоке с этого минимального расхода я даже не представляю насколько мне хватит этих 29 с половиной миллилитров если вот эта малюсенькая ячеечка в палитре которые на ткани не хватит даже на половинку с первого слоя там или даже последнего слоя неважно здесь просто осталось практически все я просто в шоке скажу честно это еще один огромный плюс к этим краскам именно на росписи кожи конечно же также наношу очень тонко все цвета и обратите внимание на то что цвет очень хорошо перекрывает белую основу ложится очень ярко и честно говоря это удивительно я надела перчатки на тот случай если все-таки я захочу полезть туда пальцами и обязательно влезть в свою незакрепленную роспись чтобы я могла ее хватать и переносить туда-сюда так что для этого обязательно припасите для себя какие-нибудь перчаточки обычно я могу позволить себе рисовать и без перчаток особенно если мне очень неудобно когда что-нибудь к ним прилипает или они слишком большие для моих маленьких рук в таком случае я слежу внимательно за каждым своим действием и стараюсь не влезать своими руками голыми в свою роспись на коже делаю светлые участки обозначая линии и по-прежнему работаю той же самой кистью краски высыхают в прочную эластичную пленку и конечно у меня здесь хвостик попадает на сгиб и здесь стоило бы добавить специальные добавки которые продаются в магазине kicks hard благодаря которому собственно у меня есть эти краски так что я оставлю ссылку в описании на этот магазин и вы сможете узнать у них когда будет следующая поставка этих красок и узнать подробнее о добавках для сгибов для резины и прочего потому что например эти краски могут подойти не только для росписи натуральной или искусственной кожи они могут подойти также для росписи резины пластика дерево да даже для ткани честно говоря и поэтому я жду ваш комментарий который выражает ваше желание увидеть сравнение этих красок на ткани с другими какими-нибудь красками или просто посмотреть как они лежат на ткани я думаю это будет очень интересно я смешала рыжулечкин такой цвет потому что котик у меня будет рыжулечкин такой хорошенький в костюме акулы этот рисунок я нашла на пинтересте влюбилась с первого взгляда и решила что это автопортрет и я такая акула значит разного рода бизнеса как бы громко это не звучало да как есть как я себя вижу и там должна быть акула которая готова всех съесть и как я выгляжу на самом деле и там вот этот вот конечно прекрасненький рыженький котик в костюме акулы который кажется никому не не может представлять опасности я дорабатываю последние всякие разные оттенки да то есть котик у меня здесь не просто одноцветный или двухцветный а здесь минимум три разных оттенка может быть даже четыре так что потихонечку я это все раскрашиваю добавляю жену на носик да нужно будет закрасить еще глазки и можно будет потихоньку уже подходить к завершающей части работы которая просто на самом деле страшит что уж тут греха то и да не все любят делать контуры тонкой кистью но это можно не любить только в том случае если используются какие-то другие краски здесь уже по розовым частям видно что кисть кладет краску очень уверенно и кажется что это не твои руки а чита чужие руки которые умеют очень уверенно держать кисть да и которые могут делать тонкие всякие детали без какой-либо ошибки я взяла черную краску прямиком из баночки и просто обалдела обычно я делаю 300 просто движений на одном месте для того чтобы у меня линия была достаточно плотная для того чтобы у меня она была достаточно яркая здесь я просто макая кисть в краску и просто вот так в виду как фломастером и и все и все я просто в шоке у меня нет никаких слов до таких спокойных я потому что хочется просто очень сильно удивляться тому насколько упрощает роспись хорошая краска в принципе на коже очень хорошо ложится краска но именно эта краска это это просто я в шоке и еще раз конечно хочется сказать большое спасибо магазину кикс hard за это открытие потому что но это настоящее открытие по-другому не скажешь просто посмотрите я немного теряясь да и стараюсь конечно проводить по два раза по одной линии но можно делать это все просто одним движением и все ложится просто шикарно можно не водить кисть туда-сюда и черная краска ложится просто потрясающе для того чтобы роспись было более глянцевый можно будет использовать глянцевый финишер также есть финишер средний еще есть базовый и матовый для того чтобы поверхность была совсем матовый и совсем никак не блестела для этого нужно будет добавить специальную присадку которая добавит абсолютной матовости ваши росписи сверху если закрыть матовым финишером я думаю что получится максимально матовый рисунок я буду использовать матовый финишер и этого будет достаточно чтобы рисунок не сильно блестел но при этом будет видно все границы покрытия финишером вы это еще увидите впереди и вот так выглядит моя роспись до того как я ее закрыла финишером я нарисовала ее красками angelos это было очень приятно и было похоже просто на релаксацию после я обязательно закрепляю феном использую бытовой фен достаточно горячий и буквально в течение четырех-пяти минут закрепляю термический свою роспись использую финишер матовый и покрываю плоской кистью целиком всю поверхность достаточно всего одного слоя для того чтобы роспись была надежно закреплена спустя уже больше чем месяц я могу сказать что все держится отлично несмотря на то что чехол пережил поездку в другой город и в принципе используется каждый день очень активно после этого покрытия нужно будет оставить роспись примерно на сутки полежать чтобы все точно высохла и вот так выглядит готовая роспись посмотрите граница финишера все-таки видно но в целом это выглядит очень здорово очень качественно и мне конечно безумно нравится спасибо что посмотрели это видео надеюсь оно вам понравилось и вы поставите ему лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь на мой инстаграм еще раз спасибо за просмотр пока